Итак, друзья, всем большой привет. Студия StarLadder снова с вами, Алисами и Творына, и турнир, замечательный турнир, Hearthstone Nationals, в данном случае чемпионат России, второй раунд швейцарской системы, и снова в эфире у нас будет кто? Именно SilverName. А оппонентом ему станет участник под никнеймом Altari, и здесь, судя по лайнапу, у Влада все так легко вряд ли случится, но посмотрим, собственно, по делу. Если в первом противостоянии он сражался с Саватом, у которого, в принципе, был достаточно быстрый, динамичный и агрессивный лайнап, там Silver без особых проблем с ним расправился, то здесь будет потяжелее, потому что его оппонента и лайнап выглядит совершенно по-другому. Не сыграет его оппонент на дрожжеглот-шамане, поэтому те, кто не любит дрожжеглота, выдыхайте, его не будет в этой партии, но последующий его лайнап выглядит очень серьезно. Это контроль маг, также тут таун друид, и в придачу еще у нас четный чернокнижник. Ну, а лайнап Сильвера, как и всех участников Team Spirit на данном турнире, состоит из следующих колод. Это четный чернокнижник, Майнд Бласт Прист с дракончиками, также это Мали друид и таунт Воин, который забанен. Ожидаем мы старта первой партии второго раунда швейцарской системы. Друзья, мы извиняемся за какие-то задержки, за то, что мы не можем посмотреть максимальное количество матчей. Мы бы тоже очень хотели. От нас, к большому сожалению, мало что зависит. Будем считать, что это первый пробный чемпионат такого рода, и дальше будет только больше, только интересней. Я искренне надеюсь, что это первая попытка Blizzard наладить региональное соревнование, сделать что-то менее масштабное, нежели Hearthstone Global Games, но тем не менее важное и на постоянной основе интегрировать какие-то локальные турниры при их патронаже. В любом случае, это очень классное начинание, и это будет иметь успех в любом случае. Главное, дорабатывать какие-то свои просчеты, если таковые будут. Да ладно, у нас сегодня 6 равных швейцарской системы, после чего в турнире останется 8 игроков, которые завтра уже будут отыгрывать в сетке плей-офф, то есть игры будут идти на вылет. Пока что мы смотрим игры участников, которые победили в первом матче, и Ультара и Сильверны им разобрались со своими оппонентами. Также вот та самая схватка, жарко, которая шла и на жизнь, и на смерть между Виртуозом и Генералом, закончилась в пользу именно Виртуоза. Что еще по парам второго раунда, можно сказать? Бананбур выиграл свою игру в первом туре, Сервалика выиграла свою игру в первом туре. Мне кажется, что результаты этого турнира будут, ну скажем, немножко не те, которые ожидает аудитория. Я искренне надеюсь, что в топ-8 у нас прорвется парочка медийных ребят, но мне хотелось бы видеть борьбу медийных ребят и молодых талантов, которые пока себя еще не зарекомендовали аудитории. То есть чтобы нас было на контрасте, мне кажется, было бы очень интересно посмотреть. Например, четыре Нейма, которых мы все знаем, многие любят, и там четыре участника. Слушай, я, кстати, обманул, Генерал все-таки победил в итоге. Отличная история, все болельщики Генерала сейчас возрадуются. Виртуоза, соответственно, расстроится, но это всего лишь игра. Ну что ж, стартует у нас матч Альтера против Сильвер Нейма. Сразу же с Варлока открывается у нас Альтера. Сильвер берет жреца для первой партии. Еще по некоторым результатам, точнее не результатам, а парам второго раунда. Из интересного, на мой взгляд, это встреча Райена Дезвинг, Майлайф ММ78. Саша Робинок против Штана Удачи. Кстати, интересная пара должна быть. Сават там с Инером еще сражаются. Ой, и, кстати, второе поражение, скорее всего, не выходит тот, кто проигрывает второй раз. По лайнапу, если судить, как бы, как Сильвер проехался по Савату, то для топ-1 по поинтам в рамках этого турнира все очень плохо. Да, грустно. Ну что, начинается у нас партия. Четный чернокнижник против Мейнбласт, дракона-шреца от Сильвера. И Пироманта встречает Вестник Рока. Вот, а Виртуоз как раз, я просто сакцентировал изначально внимание как раз на паре Виртуоз и АйТомас. Мне что-то показалось, что это Венера, а нет, все-таки это ребята, которые проиграли первые свои игры. Поэтому и неразбериха небольшая с первым раундом Генерал против Виртуоза, все-таки Генерал 3-2 оказался сильнее. Ну что ж, Вестника у нас убивать нечем. И это либо темные видения, либо пропуск хода. Ну вот пока размышляет у нас Сильвер. Ну, постарайтесь тут, конечно, Взрыв Разума ищется обычно. Но, учитывая специфику хода оппонента, тебе как бы нужно будет отбивать достаточно темповый выход существ со стороны чернокнижника. Простой, долгий тут выбор для Сильвера. Но все-таки Мейнбласт. Будем накапливать ресурсы, пытаться убивать. Что у этого чернокнижника по хилу? Мне кажется, достаточно важно определить здесь потолок. Для чернокнижника есть ДК, два грибовара. Также, подозреваю, есть обереги и может быть даже вытягивания. Тут стандартный набор. Одно вытягивание есть у него в колоде. Тут даже и ринг это не есть. Еще, да, Альтера играет первую ученицу. Еще и Гном Феррату. Слушай, ну у него на самом деле достаточно бодрая сборка. Оригинальная сборочка, да. А если с Гном Ферратом... Аликс сразу нужно сжигать. Аликс. Еще один Взрыв Разума. Тоже будет весьма неплохо. И вот, конечно, как же это существо 1-2 сейчас Сильверу закрывает четвертый ход. Наш упрямый брюхонок. Супер, хорош. Сумеречного дракона ты его искать не желаешь. Просто маленький, дундаленький. Очень оригинальная колода, по сути. И приходится даже пираманта выставлять, чтобы расстроидить этого брюхонога и открыть себе выход с более сильных существ. С пирамантом разобраться мы можем только как раз с брюхоногом. Как иначе. Можно, конечно, на адское пламя бахнуть, но это плохой ход будет. Интересно. Для Альтера, в свою очередь, нет своих классных четверок. Имеется в виду как раз сумеречных драконов и горных великанов. Поэтому вынужден он играть темпы крюконосца. Здесь, наконец-то, дракон выходит от Сильвера. Альтера попал на этот турнир, имея на своем счету 16 поинтов. Он заработал 12 поинтов за 35 место в Европе в мае. И в апреле он занял 231 место и заработал 4 поинта. То есть он по количеству поинтов находится на 11 месте в России. Ну, по крайней мере, в списке участников на этом турнире. О, наконец-то! Заходит для чернокнижника хороший четвертый дроп, но здесь думал над разрушителем. На один ход буквально запоздал сумеречный, что было бы идеально. Но 4-10 это очень неприятно. Причем неприятно как раз-таки для жреца, так как у Альтера есть разрушитель, и он сможет почистить пражеского дракона. Ну, такие существа могут забираться только в комбинации карт сумеречный приспешник плюс темная жрица, например. Ну, то есть понижаем до двух параметров атаки, и затем уже происходит воровство. В лицо отправляется Сильвер. А нет смысла, Сильвер как бы должен агрессивничать. И вытягивание заходит чернокнижнику. Вытягивание отлично. Дастя возможность и похилиться, и разобраться с драконом. Ну, неважно, тут дракон или упырь, по сути, по статье одно и то же. Даже, наверное, с упырем, потому что есть сайленс. Сайленс, да. Но тут чернокнижник много урона уже принял лицом от существ. И хватит ли ему вообще хила в колоде. Еще, кстати, к хилу мы не добавили бронированных жуков. Все-таки это армор, это здоровье. Жук в одной копии играется, насколько я понимаю. Сейчас уточним. Да, один плотоядный жук. Там один Вестник Рока, один Гдамферату, один Жук. Интересное решение по техническим картам со стороны Альтеры. Еще сам Фьюри также присутствует в одной копии. Вытягивание и размены. Больше не хочет получать по лицу. Гулдан. Ну и все, играть нечего до Сильвера. Темпа жрица. Да, грустно. Ментальный сейчас нельзя отдавать, конечно же. Причем жрица у нас чернокнижник забирает без особых проблем. Через еще Инфернала. Инфернала. Инфернала, удар дракона минус Темная Жрица и наращивается преимущество чернокнижника. Еще и Аберет прокачается. Идеально. Ну, спешить нужно Сильверу. ДК, наверное, даже. Ну, Темная Жрнец Андуин. Это позволяет тебе убить Инфернала и на следующий ход добить дракона. Может быть, даже в лицо просто придется. Ну, у тебя один Майнбласт всего лишь. Он-то об этом не знает. Ну и то, это Майнбласт не родной, а раскопанный из темных видений. Причем Сильвер как бы паузу там выдерживал. Там непонятно еще, что он забрал. Вот увидишь, уже побаивается чернокнижник, поэтому пойдет даже Хилл первый. Да просто, на самом деле, выставляется по максимуму здесь. Альтера, ментальный крик здесь должен улетать. Или как-то по-другому пробовать. Появляется синергия драконов. Он также еще немного освобождал себе руку, чтобы потом иметь возможность играть Лича и не забивать себе 10 карт. Там и ДК уже тоже на подходе, как возможность добрать брони. И хилиться обилкой. Ну, торопиться Парасильверу, но с таким набором карт особо не поспешишь. Весник заката тоже пойдет. Да, мы лучше таким образом прейдить. Не через ментальный крик. 9 карт. И у нас монета ДК. Мощно. Не хватает мне, на самом деле, сейчас вебки Сильвера, просто чтобы отслеживать эмоции. Все-таки эмоции в Хардстоуне это тоже очень важный элемент. Но тут уже, я думаю, крик однозначно должен идти. Ну, ты не можешь не играть крик прямо сейчас. Поэтому 100% будет ментальный крик и замешивание 4-х юнитов в колоду Чернокнижника. Ганамферату. Минус червь. Не самая страшная карта. Сгорела для Сильвера. Ну, по сути, вообще не суть. Сан-Фьюри и Кусь. Вытягивание жизни, если быть точнее. Кусь эпичный звучит. Мне кажется. Кто за Кусь, сморг в чат. И здесь уже проблемы для жреца. Как бы нечем разбираться со столом. Грицарь Смерти уже разыгран со стороны Чернокнижника. Ну, и здесь каждый ход будет. Правда, ДК на ДК, да. То есть, все-таки ты можешь вот так точечно там выцеливать. Но обилка ДК прямо контрит тебя, как ни крути. Потому что он хилится. А тебе мало чистить стол. Тебе нужно пытаться убить его. Ну да, здесь кровописца Гулдан круче, нежели Тема Женец Сандуин. Уже не разменивается, просто переходит в контрнаступление Альтеры. Хилау Сильвернейма. Сабилочки уже нет. Полечиться он может только Божественным Гимном. Ну, непростой противник выпал у нас здесь. Два Гимна. Два Гимна это не панацея. Но это дает еще время некоторое. Гладу. Забирает самое опасное существо. Это разрушитель Чар. Но грустно. Очень. Ну и пропуск, который им не тратится. Возможно, даже Король Ильич пришла по рам. Ну, а почему бы и нет. Наращивает преимущество Альтеры. Там мы можем и оружие найти, и уже залетали, и Ледяную Скорбь. Что еще? Лик. Можем поднять, как и массовую зачистку. Это тоже даст нам урон. Ну, что делать? Как пытаться здесь Сильвернейму выжить? Темные видения, ментальный крик. Выживаем. Путь найден. Но, опять же, это все хорошо. Время выигрывает здесь жрец. Но это три хода, и ты мертвый только через обилку. И добрать адским пламенем. Или существом со стола. И на этом ты заканчиваешь все. Исторический. Ну, и нужно играть Божественный Гимн. Нет, не играя, значит, победа Альтера. Адское пламя. Вытягивание жизни. И 1-0. Ну, стоит отдать должное. Ну, даже так, через Сальц. Старт у Чернокнижника достаточно неплохо получилось. Брюхонок вынудил жреца замедлиться и не выставлять дракона к четвертому ходу. Также очень ранний ДК, плюс оберег, плюс хил. Очень неплохо сыграл Чернокнижник здесь. И поздравляем с первой победой Альтера. Отличный старт. Далее выбор для Альтера из контроль мага или же таунт друида. Ну, все три ДК из Лавина по Сильвера также доступны. Интересно, по сборочкам я смотрю, что здесь для друида Альтера есть две копии свирепого воя, которые отдают тебе дополнительный армор. То есть в матчапе со жрецом это огромный плюс. Также две развилки, это тоже возможный армор. Одно тотальное заражение. Но в целом этот друид вполне может перебить жреца. Но нет, Сильвер у нас свапает колоду, выбирает Чернокнижника, и его оппонент играет на маге с Псартосом. Ничего себе. Ну вот уже не в первый раз мы видим некоторые технические карты, оригинальные в сборках Альтера. В том числе Псартоса я лично вижу впервые в Контроль-Магах. Ой, какой старт для Сильвера. Боже мой, два дракона, два великана с монетой. Серьезно. Это просто сейчас будет трещать лицо у мага. Золу я также вижу у него в сборочке у мага. Боже, какая рука. Третий ход великан, четвертый ход великан. А потом еще драконы сверху это все заполируют. Ай. Я смотрю, сегодня Сильвер настроился наверняка на топ-8 на турнире, чтобы завтра сыграть. С таким заходом у него есть все шансы. С защитника холмов забирается у нас спящая драконница. Это очень тяжелый таунт. Я боюсь, что может не дожить просто до девятки здесь маг. С таким-то стартом. Превращение, конечно, улетает. Но превращение это здорово. Но у нас, по совещанию великана и драконов, ответа мы не видим. Ни второго полиморфа, ни куколу Вуду пока что нет для Альтера. Кстати, по куклам Вуду там используются две куклы. Из зачисток играется две снежные бури, два метеора. Также есть две волны. Барон Гидон как частичная зачистка. Но самое удивительное решение здесь, конечно, это Сардас. А так достаточно стандартный. Получается у нас контроль маг. Нужен ключик. Нужен ключик? Взломщица. Говорит взломщица. Раскопка секретов мы не увидели, к сожалению. Какой секрет активен? Может, нам покажут, если нас слышат? Ну, или нас игнорируют. Или подскажут. Непонятно. Показывают отница Сильвердейва. Понятно. Неплохая попытка. Ладно, будем, как обычные зрители, смотреть. Это также для нас будет сюрприз. И кукла Вуду. Ага, превращение в пар. Ну, неплохо, неплохо. Ну, смотри, таким образом Альтера у нас убирает уже два тяжелых существа оппонента. Если все сложится для него в плюс, то и дракона, возможно, он поймает на Вапорайз. Ну, это не точно. Ну, Сильвер понимает, что это не секреты, которые взаимодействуют с выходом существенно стол. То есть это либо антимагические, либо как раз секреты типа Вапорайза или же... Фейс направленные. Армор, например. Ледяная преграда. Так много возможностей. Конечно, Псартос очень интересное решение. Предсмертный хрип это существо имеет. Вы кладете в руку случайную карту Рыцаря Смерти. Необычно. Ну, сама по себе карта очень слабая. То есть если сравнивать, допустим, обыгревая здесь Сильвер, возможно, превращение в пар. Только вот вопрос в том, кем ты планируешь это снимать. Для этого как раз будет тратиться монета. И еще одна четверка добавляться к горному великану в виде грибовара, которые хили дракона. Так вот, ну, просто сравнить, если статы у нас получается Псартос, сколько, 4 маны 2-2. 2-2. И одна карта с предсмертным хрипом. Понятно, что это ситуативно. И в каких-то колодах, которые там взаимодействуют с предсмертным хрипом, это тоже может иметь смысл. Но с влечом просто не сравнить. Здесь у нас Ярость дракона на 6. Что-то весьма неплохо. Вот. Возможно, еще направлено Псартоса сыграть с Гаргоной Золой. Потому что там эта карта тоже есть в колоде. А вот Ключница одна, и она уже уходила. Что, давайте продолжать смотреть. Ну, раннее давление от Сильвера как-то просело. Кукловуду, превращение замедлили. Дальше у нас Ярость пошла, и есть продолжение зачистки. Надо ДК для мага находить. Ну, ДК здесь ключевая карта вообще в любых матчапах. Как просто карта, которая до небес превозносит эту колоду. И в некоторых матчапах ты просто без Лича Джали не выиграешь. Никаким образом. Иногда, если Лич во второй половине деки, прям-то сразу можешь нажимать Escape-Conseed. Ну, что ж, все-таки решается вскрыть секрет. Понимаешь, что это все-таки, скорее всего, фейс направленный. Секрет. Дракон погибает. Гумункул, который качает у нас оберег на пять. И будем забирать ворона. А вот и герой, которого мы с тобой так усердно обсуждали. Псартос. Может, мы увидим что-нибудь этакое? Какого рыцаря смерти было бы идеально заполучить? Картишку какую? Декаджайны. Стоп, вру вам. Псартос дает карты как Лич, по сути. Да, с короля Лича карты. Нет ДК, это было бы слишком сильно. Эх, пыталась обмануть, не получилось. Слушай, если бы он ДК давал, я думаю, как бы эта карта игралась бы практически везде. В контроль колодок. И смотри, вот играем Псартоса, чтобы получить одну карту. Я к этому ввел, что если сравнить Псартоса и Лича. Может быть, все-таки Лича? Нет, понятно, что Псартос по сравнению с Личом чуть более быстрый. Как бы это странно не звучало. Ну, темпов. Ставишь на четвертый Псартоса, на пятый ход у тебя, возможно, уже есть какая-то карта. Типа, не знаю, там Лика Смерти, которая тебе может пригодиться. Еще что-либо. Массовая зачистка. В общем, мягко говоря, не дефолтное решение здесь от мага. Но тем интереснее, сыграет, не сыграет. Ну и вот Спящая Драконеца становится проблемой для Сильвернейма. Где твой Черный Рыцарь, Валат? Думает Король Лич. Или все-таки Разрушителя Чарду этого? Опять же, если ты играешь Лича, ты уязвим для Метеора. Ну, с Разрушителем такая же ситуация. Но у тебя хотя бы останется. Вот он Лик Смерти как раз. Что-то на столе. Маг так-то неплохо. Неплохо тут. А вот у Зола. Тащит. Зола тоже не дефолтное решение. То есть уже во второй колоде подряд Альтера, он вот буквально 2-3 карты технические. Но они меняют картинку игры. Да, он добавляет и сразу же колода как-то по-другому смотрится. Ну, Зола хороша в любом случае. Насчет Псартоса лично у меня есть вопросы. Но это опять же субъективно. Раз участник добавляет эту карту, то он находит ей применение и верит в силу Псартоса. Мне кажется, еще зависит от того, насколько хорошо работает Псартос в его руках. То есть в его ситуации, насколько полезные карты он ему приносит. Понятно. То есть постоянно с Псартоса получать нужные карты. Ну, это тоже магия. Это тоже составляющая успешного киберспортсмена. Если у тебя все плохо с везением, по сути в ХС на высоком уровне тебе особо нечего делать. Потому что рандом в этой игре, глупо отрицать, в этой игре рандом есть. И иногда он даже может решить исход партии. И идеальный рецепт профессионального игрока — это высочайший скилл, умение свести рандом к минимуму. Но если такие происходят какие-то рандомные ходы, чтобы выиграть вот этот 50 на 50. Ну понятно, благосклонность, удача. Ну, так и есть. Без везения в ХС делать нечего. Разрушитель Чар. Он кладет немоту на Псартоса. И уже это совсем становится бесполезная болванка за 4 маны 2-2. Но ты можешь ДК. И леча на Худальтера. Вау. Да, ДК, несомненно, хорош. Что у нас погибало по демонам от Сильвернейма? Гомункула я могу приполнить. Гомункул, Инфернал. Все. Ну, как-то маловато под ДК. На самом деле ДК, я бы не сказал, что маловато, потому что сейчас в этой колоде конкретно Ген Варлока здесь ДК чисто как отдельная карта используется. А то, что воскрешается, это просто приятный бонус. Многие уже от второго Инфернала отказываются. Инферналы изначально были добавлены в эту колоду для как раз большего жира под ДК. И, ну, там еще есть синергия отличная с берегами. Ну, и в целом, как бы, вот этот вот тик на единицу по столу, он бывает очень полезен. Но чаще сейчас даже вот один Инфернал встречается. А если посмотреть, то ты можешь воскресить только две стенки 2-4 грубых гомункулов и крюконосцы, которые 4-4 воскрешаются. То есть, будь они в пробафе выставлены или нет, это не имеет значения. Ну, и если сравнивать все-таки в данном матчапе обилку ДК Джайны и обилку Гул'дана, мне, несомненно, нравится больше обилка ДК Джайны. Потому что это сути существа с похищением жизни из ничего. Да, обилка Джайны вообще очень сильна. На ДК у нас маг выигрывает. Тем более у мага есть возможность пытаться крутить своих элемов. У него есть превращение в связке с обилкой, это элем с куклой Вуду, это элем. Ты можешь вражеский стол подогнать, это тоже даст тебе элема. Одно из существ подогнать, соответственно, подведение лицо. Кстати, там предположение у нас от наших зрителей, что если Сюрир без звук камеры играет, то, возможно, попас на вторую катку сел вообще. Ну, может быть, может быть. Вот как он так быстро легенду берет, они просто в две смены. Ты как думала? Я тоже хочу. Представьте, у вас бы был брат или сестра, который тоже играет в ХС на вашем маке. Собирает вам пыль. Олеся, это запрещено пользовательским соглашением. Нет, подожди, передача аккаунта запрещена. Но мы что никому не скажем, правильно? Ну, понятно. Если с одного камона, все дела. Итак, Зола на Водного Элементаля играется. Ну, как-то не удалось Чернокнижнику не продавить, хотя все было. Вспомни старт от Варлока. Там был очень сильный старт. Это лучший старт, который можно было придумать. Там было два горных, два дракона. Только если бы маг не нашел ответки, Сильвер здесь победил бы, причем достаточно быстро. Но превращение кукла Вуду в Аппарайс, который впитал в себя дракона, все это перешло у нас в мид и лейтгейм, где маг все-таки раскатал этого Чернокнижника. Что ж, три попытки против Таун Друида есть у Влада, соответственно, на отчетном Варлоке, на Майнбласт Жреце и на Малле Друиде. Ну, мне кажется, встречи должны быть очень интересными. Против Таун Друида, учетного Чернокнижника, маленькие шансы. Там надо очень хороший старт и просто разваливать до того, как Друид разгонится. Ну, как сказать, на самом деле, Варлок так-то может вполне себе. И именно на Варлока как раз выбирается игр, потому что ты темпом давишь. Ты можешь как бы выиграть в мидгейме за счет... Вот смотри, старт прошлой катки сейчас, допустим, Сильверу против Таун Друида, это изи победа вообще. Плюс у него еще Черный Рыцарь играется как раз в его колоде. Не, несомненно, здесь у Сильвера за счет технических карт шансов побольше. Но если посмотреть статистику, за последний месяц по всем регионам в ранге легенда, у меня как раз есть эта статистика, четный Чернокнижник против Таун Друида, винрейт 44% в пользу... Вернее, у Чернокнижника в пользу Таун Друида. Но я с тобой разделяю мнение... На турнирах мы неоднократно видели, как... Причем как и куб Варлоки, так и тем более отчетные Варлоки за счет темпа могут пережать и выигрывать. И с такой рукой, как у Сильвера, темп этот есть, и он вполне может выиграть. Но он не такой идеальный, конечно, как в предыдущей игре, но на четвертый ход Великан это получит на голову Альтера. Очень важно, что у него есть уже близость к природе. Эта карта здесь в данном отчапе тратится все-таки для убийства чаще именно вражеских сильных юнитов, а не для комбы, как принято, да, там, близостью убивать своего Ходронокса или там скрывать куб, например. И иногда даже ты можешь подгадать таким образом сыграть близость к природе, чтобы сжечь арту оппонента. Да, здесь это вполне вероятно. К примеру, сейчас если близость будет сыграна, то одна карта для Сильвер Нейма сгорит. Исходя из этого Сильвер даже не тапается, потому что понимает, что может потерять карту. А две тем более не хотелось бы сжигать себе. Но, я так понимаю, будет второй зов Чищобы, чтобы завербовать себе второго голема из Древостали, чтобы не получить в руку, а близость сыграем чуть побольше. Ну, пока выдерживает, да, паузу Альтера. Ну, и плюс Аберег качается, так что Альтера вполне может Аберегом забрать. Во-первых, Аберег качается, во-вторых, ты к близости этим ходом ничего особо не добавишь. И действительно, Аберег тоже здесь смог бы забрать Горного Великана, если бы не хитрый Грибовар, который полечил своего самого сильного юнита. Здесь уже точно близость к природе. Ну, сгорит две карты. Девять карт сейчас на руках. Мы смотрим, что сгорает, разрушитель в руку, сгорает инфернала, еще одна карта стоп-дека будет сожжена. Нам неприятно терять инфернала из-под дека. Но это не смертельно, если дека сгорит. Да, вот это... Ой, боже, вот это больно. На самом деле, это больно, потому что ты полишился двух своих мясистых таких юнитов тяжелых. Ну, остался только дракон, да, второй в колоде. Ну, получается так. Ну, плюс можно, конечно, подгадать и сыграть крюкодосца Разорителя, да, на 7-7 в стенке. Но в любом случае потерять и инфернала, который призывается из-под дека, и как раз-таки второго Великана, вам очень сильно... Хуже, наверное, было потерять только действительно дека своего. Это прям было бы очень неприятно. Ну, тоже Харрисона играет Альтера, но... Ушок в целом в лайнапе Сильвернин. Не, ну у него есть, безусловно, в своем лайнапе Таунт Воин, но в бан отправляется Токарлоуна уже второй раз, и мы видим, что дисконнект происходит для одного из игроков. И наглядно видим, опять же, кто вдруг сам не играет, только смотрит ургерные трансляции, как сейчас реконнект происходит. То есть теперь не нужно никаких переигровок. Ура! Реконнект, который держит... В напряжении, пока не зайдет в интернет твой оппонент. Ну, по-моему, даже бесконечно чуть ли. Ну, я, по крайней мере, такое слышал. Ну, в дуэлях, да, я слышала, что... В дуэлях, безусловно. Тут Харрисон Джонс выходит в темп, и опять идет реконнект. Тут, тут, фу, надеюсь, все хорошо с интернетом. Не хотелось бы на самом напряженном моменте таких неприятностей для одного из игроков. Непонятно со стороны... Ну, это со стороны Альтеры все-таки, наверное. Ждем, друзья, возврата в игру. Ну, пока что, что по игре отбивается. Здесь Таундруид достаточно неплохо. Очень здорово удалось сжечь две карты при розыгрыше. Бриззости к природе ты законтрил Великана и сжег оппоненту Жуткого Инфернала, а также второго Горного. Плюс уже прокачан у Альтера оберег. Он по столу достаточно неплохо держится. Есть в продолжении там и лич, и драконозаводчик. И уже время ведьмовства на готове. Пожалуй, неприятный нюанс для Друида то, что он не смог разогнаться. Это да, конечно. Играть на одной мане с любой колодой, это такое сильное. Да просто главный твой козырь у этого Друида это тяжелое существо. И ты можешь их выпустить гораздо раньше, нежели оппонент начнет тебя давить. Поэтому здесь в идеале буйные росты, дары природы. Погнали разгоняться по мане и просто душем драконозаводчикам, если есть мастер сердца дуб, и погнали все это крутить кубом. Иногда 1-2 разгона по мане плюс 9-й дроп драконозаводчик или соответственно мастер сердца дуб, на этом твой оппонент просто нажимает Escape Consid, потому что ему нечем чистить. Так, Александр. Да. Нам нужны истории. Кулстори подрубать, думаешь? Хотя время еще не для тех кулстори. Вот интересно, кто из игроков отвалился. Это мне прям покою не дает. Но в Севера вряд ли бы, мне кажется, были какие-то проблемы с интернетом. Хотя с другой стороны Альтера там сделал, зашел и, по-моему, сделал очень быстро ход с Харрисоном, а опять какой-то... Альтера, да, вылетел. О! Е-е-е-е, вернулся! Слава Близзард, которые сделали этот замечательный реконнект. И Альтера все еще здесь, пропуская ход. Красиво, друзья! Мы снова можем наслаждаться этой чудесной партией. Жизньотвод для Сильвера. Плеть. И будем добавлять второго дракона. Это, по-моему, последнее мясное такое тяжелое существо. Хотя уже сейчас Крюконосцы также будут выглядеть серьезно еще и плюс таун. Так, вот он разгон. Но слишком поздно все-таки на седьмом ходу прожимать. Тут чувство, когда седьмой кристалл маны. Да. Тут уже за стол можно бороться. И тебе просто куб в темп выходит. Я просто так сама немного поиграв на таундуиде поняла, что очень часто бывает, что тебе на седьмой ход банально нечего сыграть. Либо какие-то четверки, развилку, еще что-нибудь подобное. А если совсем все плохо, у тебя даже существ нет, чтобы забить вот этот седьмой кристалл маны. Восьмерок много крутых. Девятки есть крутые, несомненно. А вот с семерками все тяжело. Доктора Бума надо вернуть просто и отлично семерка дается. Не настолько. Стандарт. Кстати, интересный факт. Недавно у меня в группе вышло небольшое интервью разработчиков. Опа, черный рыцарь, смотри. Он хорош сейчас. Уамс. Массирует. Что по интервью? Знаешь, как некоторые карты придумываются в Хардстоуне, не только разработчиками. Я, конечно, догадываюсь, но я не уверен, что это эфирная история. У них есть возможность, чтобы каждый сотрудник компании Близзард на рабочую почту прислал свою идею карты. Таким образом появилась токи. То есть это была идея одного из сотрудников Близзард. У нас тоже есть такая практика. В чате обычно мы спрашиваем мнение наших зрителей на любые темы вообще, в принципе. Так. Что у нас по урону? Ну, токи интересная карта, безусловно. Причем идея действительно нетривиальная. Ну, это как раз такие идея одного из сотрудников. Я думаю, конечно, что разработчики ее еще доработали, но все же. Здорово, что есть вот такой вот тимплей, да, среди сотрудников Близзард. Здесь Аберег убивает Сердце Дуба. Ну и тут все в лицо уже. И в лицо. Финишная прямая. И в лицо. И вот уже 9 хп. Альтера может, конечно, разбить своего Ходронокса, затем снова призвать с помощью времени Ведьмовства, но убить втоповторно ты не можешь. А может быть тогда крутануть Дар или можешь, подожди. И найти возможность вскрыть через все-таки. А как ты это сделаешь? Ну... Ауты заканчиваются. Срочно нужны ауты. Ау, отзовитесь. Дар природы, добор трех карт. Разбиваем. Время Ведьмовства убиваем. И призываем таунты. Нет. Ну смотри, там по сути ты разбить можешь как бы только второй близостью к природе. Ты находишь три карты. О близости шла речь. Но в любом случае зачистка. 9 единиц здоровья остается у друида. Останется на столе что у нас? 4 урона, да? Не можем законтролить мы здесь дракона. Шави чернокнижник не убивает. Так, а здесь еще и кровопийца подъезжает. Хорош. Прям хорош сильвер. Бывает сейчас убивает на следующий ход. Все нормально. 6 хп. Возможность набрать броню отсутствует. И кажется это конечное. А может быть попробовать с дара найти? Ну опять же смотри, тебе нужно находить тебе нужно обязательно ображать обилку. Ну мы видим на руку сервера, видим в его руке адское пламя, плюс конечно же вытягивание с обилочки. То есть это 6 урона. Нужно находить вариант сейчас мы сейчас призываем обязательно нужно прожать обилку или найти разбилку. Ищет, ищет вариант убить. Еще по мане это все должно срастись. Останется 3 маны в доступе сейчас. Есть еще шанс, то есть время ведьмовства, но он все равно погибает, потому что не проживает обилку. Ну Альтера играет от карт в руке. находит смотри, все равно это заходит близость к природе, он убивает своего Ходронокса, он максимум шансов для того, чтобы пожить использует, но мы видим, что все-таки Хэлфайр плюс обилка дают победу Сильверу. Если бы он нашел возможность убрать Ходронокса с первого буйного роста из бургоманы, он бы еще жил, потому что прожал бы обилку, а так использовав два буйных роста, он потратил на это четыре кристалломаны и потом как раз не хватило немного, чтобы поражать. Но это все хорошо, но у меня возникает вопрос, как Сильвер на жреце, например, будет побеждать этого друида. Тяжело сказать и тяжело победить. Но Мали друиде тоже как бы конечно вопросов меньше, но они есть. Мали друиду придется собирать всю свою комбинацию. А как смотри, окей, ты чисто под ветвь, манипулятор, и просто отдаешь. Ты как? Выставляешься, тратишь 10 кристаллов маны в один ход, разбироваешь ветвь, получаешь еще 10 кристаллов маны, и за счет 10 сверху ты просто отдаешь размахи, огоньки. Это тяжелый матчап, несомненно, но шансы у Мали друида есть. Тут единственное нужно, чтобы таун друид не очень быстро открылся и просто не сломал тебе лицо. Потому что если там пойдет буйный рост, буйный рост, дар природы, и пойдут сердцедубы, драконозаводчики, Мали друид просто не сможет справиться с игровой доской. Интересно, все-таки в долгу я бы на друида ставил здесь, на друида альтера. Я, пожалуй, тоже, потому что два матчапа для Сильвера не самые приятные и может просто не хватить ресурсов. Так, сломался у нас худ внезапно. Главное, что не на долгом. Пока что смотрим от лица Сильвера. Убирает он все-таки жреца Мали друида напоследок оставляет. Опять же, какие варианты здесь ты можешь опять же найти, попытаться задавить темпом. Эта кода достаточно мясная. Мы видим здесь выставление опять же существ в каждый ход. Есть два сумеречных, что очень круто для Сильвернейма. То есть можно победить чисто столом в теории, да, то есть по аналогии с тем же четным варлоком. Но проблема, что проблема в том, что здесь меньше давления за счет например отсутствия тех же великанов. Комба, допустим, Алекстраза плюс Майнбласты, ну такое себе честно говоря сомнительное удовольствие. Но здесь нужно брать агрессию, а эта колода не то чтобы прям супер агрессивная. Не, но тут есть существа, то есть можно за счет опять же двух драконов давление оказывать. У Альтеры нет Буйного Роуста, нет никакого последующего разгона, да и голема из Древостали играть с руки это печально, хотелось бы его вербовать. Ну можно, смотри, дракон, он же замаскированный морозный Йети, одна из любимых карт Сильвернейма из стандарта, когда никто Йети не играл, там в друидах например, он отыгрывал на турнирах. Не, но Йети вообще хорошая карта. Вот, и Темная Жрица тоже, Йети за 6 кристаллов маны. Ну, мы можем, конечно, с тобой рассмотреть варианты использования Темной Жрицы, если друид будет слишком невнимательный угнать Хандронокса, но я думаю, что на этом турнире никаких таких глупых ошибок не будет, и Хандронокс будет выставляться и сразу скрываться. Плюс тут еще нужно найти для этой связки сумеречного приспешника. И эта комбинация достаточно дорогая по стоимости. Ну, как одна из возможностей якобы. Не, ну, безусловно, она присутствует. Это как моя самая любимая, когда кубы против зеркального против противостояния с таун-друидами просто брали и манипулировали Хандронокса. И просто начиналась чехарда с повелителями, с демонами, с хандроноксами. И ты просто уже не понимаешь, где таун-друид и почему кублок под него маскируется с манипуляторами и кубами. Ну, аж бывает и такое, что в темп кубик полетит. С разделки что мы хотим получить? На разгон, наверное, учитывая, что у тебя две восьмерки и девятка. он не будет пока стал от стола играть. Плодоядный куб, который съедает голема из древостали. Продолжение хорошего у него для Альтеры. Появляется тут связка темной жрицы плюс сумречный приспешник. А может приспешник с хилом? Добираем карту, избавляемся от куба, не даем его, не даем ему хорошо очистить стол. Да, я думаю, даже игнорить будет на самом деле куб, потому что так куб тебе путь к лицу закроет. Мы просто хилим дракона и отправляемся на все. Набирается темное видение, но по мане отлично пишется как раз приспешник. Чем продолжать? Альтера, единственная карта, которую он может сыграть с руки, это Разьюка. Нужно добирать наверняка тут, чтобы получать новые ресурсы. Буйный Росбой сейчас. Близость. Плюс один к атаке со второго выбора, чтобы убить клирика и не давать набора. Жалко, жалко, не вышел у нас на восьмую ману сейчас друид. В результате два доисторических пока мертвые карты, как и время ведьмовства. ну а здесь все просто, вижу лицо, иду в лицо. А ведь он неплохо ему ломает так-то, домик. Ну вот, существами задавливает. И седьмой кристаллман, и то, о чем я говорила. по сути, это единственный, по сути, вариант был. Вот я, честно, я по-другому не вижу, как тут может играть жрец. Жрец на темпе, в стиле четного варлока здесь вырывается. Очень важно, что зашли прям вот по монокривой, первый-второй дроп в виде клирика и яростной пироманты, и затем получится два дракона, монетка дракон, дракон. Это идеально, что могло быть по старту. Вскрывает здесь альтера своего. Ты знаешь, бодро, но это еще не победа. Ну, все равно, шансы в данном случае Сильвера очень неплохие. У него есть два темных видения, а это возможность найти взрывы разума, и друид может не успеть восстановить себе необходимый армор. Ой-ой-ой, а если... Ой-ой-ой. Так, вот и майн-бласт. Да он просто может разломать на следующий ход. Может, у Сильвера все действительно хорошо. И картонка идет, и не скажешь, что очень легкие противостояния. Ой, массовая Россия. Понятно. Ясно, понятно. Не мотай 8 этим ходом. Еще 4 сверху. Ну, Мы на следующий ход добиваем. Красиво. Развилка. Можем ли мы здесь уйти из-под летала. У нас 6 урона на столе. Вот и дан ответ, как этот жрец может развалить Таун-друля. Наглядный. Спасибо Владу за это. Слушай, так-то серия получается интересной. Да, и решающая будет, слушай. На Мали-друиде. Круто. Мали-друид против Таун-друля. Нет, здесь Альтера развилка не спасает, армора не помогает, со столом ему невозможно толком разобраться. Пожалуй, это все-таки партия и пятая решающая. Ну, вспомни седьмой ход для Таун-друида. Вот нечего было играть, только пришлось вскрывать куб, чтобы получить голема в основе в стале. в целом заход достаточно посредственный для Таун-друида. Из хорошего можно вспомнить только гнев, с помощью которого Альтера убил. Яростного пироманта на втором ходу, а дальше он просто отбивался. Такое себе. Ну что ж, 2-2, Мирор друидов, Таун-друид против Малигас-друида, Крейгазм, Ходронокс против Мали, Стенки против Боевой Магии. В данном противостоянии большинство выделяет как фаворита, именно Таун-друида. Там винрейд колеблется за 60%, но мы уже сегодня с тобой рассказывали, что Мали-друида есть здесь шансы, но нужны максимум разгона, максимум разгона, максимум урона и просто не отпускать ни минуты. буйный рост заходят Альтера впервые. Он уже чувствуется киберспорт со стороны Сильвера также. Снова у нас Лунара против Малфуриона. Завчищоба наконец-то, который Голема вытягивает. по мане уже идет нормально для Альтера. Ну пока что, то есть есть пятый ход. Там тоже картишки, я думаю, подъедут еще. Мане это дар природы и буйный рост максимум разгона от Сильвера. Еще бы карт добрать Сильверу придется только гневом добирать. В целом по рампу крутится красиво. Сильвер нейм. Но жизненно необходимо добор, без добора дела не будет здесь. Все, я поняла. Вот так вот Олесе надо играть. Пытай нема. Кубик у нас съел тем временем голема из древостали. Ну Северя Пвой или Развивка. Развивка или Северя Пвой. Развивка тебе даст сразу две карты. Плюс больше брони доберешь. Еще картонка. пустой ход получается единственное что манипулятор качается берег. Не, ну теперь Сильвер перебрал колоду, нашел еще добора. Продолжение следует. А здесь неужели Вармор играет Альтера не выпускает Харрисона Джонса. Харрисона будет под ветвью держать. Слушай, а ведь это действительно хороший ход. Да, тебе придется добрать много карт и не всегда это хорошо, но ты ломаешь ему комбинацию с Веткой. Ну, я бы сказал, что все-таки это хорошо, и здесь Харрисон отлично сыграет для Альтера, и ты ломаешь комбу, безусловно. Я здесь поддержу, просто иногда бывает момент, когда вы уже прямо на фатик вышли, и ты бы не хотел выбирать столько карт. Но в целом, несомненно, это просто оставляет у тебя в руках контроль над вражеской комбинацией. Смотри, войско мертвых Маля. И минус Размахи и Лунные Огни. Смотри, один Маля появляется на столе. Сколько камеры капец, как не хватает. Не, но он не будет играть, конечно, войско мертвых. Хотелось бы, конечно, посмотреть, чисто посмеяться, так скажем. Еще все-таки свирепый войн. Появляются ветви Древа Жизни. Это заражение, оберег мы отдаем сразу же. И ветви играем. Сколько лапушка. Надеяться, что не будет Харрисона. Здесь Сильвер, конечно же. 5 карт в руках. Сейчас будет шестая. И ничего не сгорит. Но можно как раз Ильича пока отдать. Тут вариант можно один ход потерпеть. Ну, или как бы максимум кард добрать. Неплохо сыграно от Сильвера. Вот классное решение в Харрисоне. Идеально в ману получается для Альтера. Неплохо сыграно. Ну, это ответ был неплохо сыграно от Сильвера. Но они оба обменялись киберспортивной составляющей, что Сильвер хорошо разогнался, передровался, что его оппонент. Тотальное заражение. Вот он оберег пробавил. Еще деспот. Еще может один. Да, два деспота сразу же на стол вылетают. Жестко. Как же они хороши. А ведь без деспотов Сильвер мог потерять карты. 8 карт, не приди два деспота, одна бы карта сгорала. Здесь доисторический. Нужно реализовывать таланты, чтобы потом Хандронукс был максимально эффективен. и призвал как можно больше таунтов. Декам. В пауков с ядом ставить рискованно, так как можешь получить второго доисторического. Но зато это возможная ответка на любой таунт со стороны оппонента. Нет, две копии ледяной скорби это круто. Это лучше, чем просто стенки бесполезные. Нет, да, но все-таки неплохо пока стоит Маля Друид. А тут то так-то от ветки на двух пауков хорошей нет. Только связка с картами. Будет через размах, то есть гнев-добор, размах, обилка. Ты чистишь полностью стол, но при этом ничего не выставляешь. 7 карт для Сильвера. И что мы получаем? Это Мали. Да, только проблема в том, что выставляешь Мали и получаешь натуралайз. Ну а как ты его будешь пытаться держать? Серьезно. Без понятия. К сожалению, в один ход ты никак не реализуешь без ветви, допустим, Мали плюс манипулятор. Ну, матчап для Сильвера тяжелый, хотя бы, если бы там не было Харисов. Там сейчас вторая близость и все. И ЦГГ. Как говорит один известный украинский комментатор, Цегабелла. Вот так вот. Ну, увы, у Альтера нашелся Харрисон Джонс под ветвь, соответственно, он просто сломал комбинацию Мали и Друиду. И тут уже Сильвер ничего не мог поделать с этим. Он рисковал, выставлял Мали, нашлась близость и это все. Теперь больше не хватит ресурсов Сильверу, чтобы убить этого Друида. Я пока тем временем загляну в турнирную таблицу, чтобы держать вас в курсе. Друзья, если вам интересны колоды, турнирная таблица, заглядывайте в наши социальные сети, там есть ссылочки обязательно. Ну, в целом, по команде сетка, насколько я понимаю, идет перенаправление на сетку Battle.Fi, если она уже работает, то там на каждую пару есть достаточно удобные колоды. Разменивается здесь Скоробей. Сейчас на Талласе затащим. Ну, попытка неплохая, минимален, но все же. Сервалика Ростов Макс, сервалика его обыгрывает за счетом 3-2. Каан Роу Спейс победителем с счетом 3-2 выходит Каан. Рики Тикитави Димасик победа за Рики Тикитави с счетом 3-2. Ренмен плеер 671 3-2 в пользу Ренмена. Сават нет, не Сават, Савейт против генерала 3-2 в пользу Савейта. Райена Дезвинг 3-2 в пользу Дезвинга. ММ проигрывает свою партию против Майлайфа. Саша Робинок штан удачи Ти-1 в пользу штана. Штан очень неплохо закрепляется в лидерах этого турнира. Ну а здесь Сильвер все-таки пытается как-то тащить. Карты заканчиваются. Урон конечный в колоде Маля Друида. Маля он уже потерял, равно как и Талнаса. Ну и просто он не перебьет туда-то никак. Ему нечем контрить стенки оппонента, ему нечем выбивать такое количество хэппо, потому что здесь еще может добраться армор со стороны Альтеры. Ну и просто победа Таун Друида это вопрос времени. Последняя карта в колоде Сильвера, проживая слизь. Ну и вот все ресурсы для Влада они уже в руке. Бобон против Джерри Бобон выигрывает со счетом 3-1. Виртуоз Ай Томас победитель Ай Томас со счетом 3-1. Ну и Альтера все-таки 3-2 оказался сильнее Сильвернейма. Поздравляем этого человека без фотографии Нуб Сайбот Ну я так смотрю у нас уже закончились все противостояния нет вру еще Михаил против Гева играют хотя может быть еще не обновили простой результат Ну что есть у нас победитель Альтера забирает победу во втором раунде у Сильвернейма и у Сильвера сейчас стата 1-1 одна победа одно поражение но пока он все еще в гонке за топ-8 на этом турнире Ну а до поражения оставляет тебя в игре все неплохо да тут возможно не самый удачный лайнап попался Сильвернейму но его оппонент отыграл классно плюс хотелось бы отметить в лайнапе Альтера вот в каждой абсолютно колоде есть несколько технических карт которые выделяются которые не типичны для конкретного архетипа и это позволяло ему какие-то дивиденды получать если например Псартос там никак не сыграл в маге к примеру то вот Харрисон в Таун Друиде сделала партию Плюс в Чернокнижнике тоже можно отметить там ну Гнамферрату там сожгла какую-то карту не очень полезную но тем не менее то есть могла и исход партии решить в итоге интересная серия полноценная БО-5 где ну на равных где-то даже затеплилась надежда что все-таки Сильвер сможет камбэкнуть с 0-2 но Таун Друид все-таки одну из трех игр забрал Малли Друид в Мироре в противостоянии со своим собратом Малфурионом на Таун Друиде уже не смог вывести ну как-то так 3-2 и у нас постепенно уже заканчиваются игры во втором раунде Швейцарки показывается турнирная таблица точнее сетка Большинство из этих матчей я озвучивала но я думаю вы можете еще раз ознакомиться я вижу что у нас уже есть люди которые покинули турнир Анхолли Виртуоз ну после двух поражений уже шансов пробиться в топ-8 Сават интересно снялся с турнира или будет доигрывать учитывая что у него также есть два поражения уже не самые нет играет еще смотри ну кстати смотри Иннер выигрывает все-таки второй свой матч лейнапы напомним у участников Team Spirit идентичны и Савату не повезло влипнуть сразу же на Сильвера в первом раунде и во втором на Иннера и Сильвер он проиграл вообще за счетом 3-0 ну вот Сават наверное одно из двух либо он не совсем угадал с лейнапом либо ему дико не повезло два раза попасться на ребят с одинаковым подходом к игре даже с одинаковыми колодами по сути пока что лучшая ситуация уж-то на удачу он две игры забрал причем он выступает очень мощно кстати слышала интересную историю что вроде капитанство в команде передается то есть то что тебя в том-то и дело выбрали Близзард это не означает что ты будешь заявлять колоды будешь их отправлять это в прошлом году еще было понятно тогда вот тоже называлось это капитанами формально но на деле занимались другие люди я просто к чему веду я наслышана о том что вроде в сборной России хотят капитанство отдать штану ну это вполне ожидаемо на мой взгляд Алексей лучшая кандидатура опять же по моему мнению ну как минимум он один из самых опытных в России и даже наверное во всем мире вот показывает нам как раз матч штана против Саши Робинока оба воина про Лизбан причем Саша Робинок заявил Баку Вара что интересно причем это Баку без квеста чисто такой нечетный контроль Вар ну штан 3-1 отдалял своего оппонента у нас доигрывается один матч по специфике швейцарской системы следующий раунд не может начинаться пока все абсолютные игры не будут сыграны поэтому ждем результата матча Геф против Мишаил там 1-1 счет и еще у нас в игре Скайф Росте против Спейс Криэйтед ну или очень медленно обновляется сетка учитывая что матч Сильвера уже закончился результат еще не проставили ну да то есть тоже полноценная БВ5 мы посмотрели вряд ли там где-то будет 0-1 счет то есть всего одна игра когда остальные играют доигры были не то чтобы прям быстрые поэтому я думаю что где-то уже на подходе должна быть турнирная таблица всего мы сегодня 6 раундов посмотрим и по итогу игрового дня останутся 8 самых сильных у нас представителей России которые у нас продолжат завтра выступление в рамках турнира Heartstone Nationals напомним что турнир проходит не только в России но еще и в некоторых других странах и трансляции также идут параллельно на каналах которые были выбраны Blizzard ссылки на них можно найти на сайте Blizzard официальном ну или просто по ютубу по ютубу боже мой по твичу если пройтись то я думаю что там они будут на виду мне интересно понаблюдать будет за тем что происходит в квалификации в Великобритании потому что я уже сегодня озвучила какие были условия прохода там достаточно было для того чтобы попасть на этот турнир либо один раз из двух месяцев взять легенду или один раз из двух месяцев закончить даже где-то во второй третий тысячи не сотни даже в Англии есть сильные киберспортсмены это заказано будут решать между собой а вдруг вот какой-то обычный простой парень работяга придет и один раз пришел легенду взял и всех раскатал на турики ну почему бы и нет я могу что-то путать открывается дорога в киберспорт но если я ничего не путаю олдбой после своего феноменального выступления одном из чемпионатов он до того выступления по-моему даже лего ни разу не брал не лего он брал все-таки он в хс-кафе поигрывал но не так чтобы на серьезном уровне я вот не по-моему после вот его выступления он серьезно засел стал очень много играть и улучшил свой уровень и стал регулярно как бы целиться на легенду до этого он на нее не целился не считал что это важно ну а потом видимо все-таки пообщался и решил что это стоит того чтобы на это тратить свое время друзья небольшая у нас будет пауза и мы должны вернуться с третьим раундом